Максим Багаев у нас в студии, эксперт нашей программы IT-эксперт. Доброе утро! Доброе утро! Будем сегодня говорить на интересную тему, не касаемо электроники напрямую, меры поддержки государства для IT-специалистов, для IT-сферы. Совсем недавно президент подписал определенный указ, да, есть несколько пунктов, да, которые благоприятно скажутся на жизни всех тех, кто решит судьбу свою связать с IT-сферой или уже в ней работает и ей занимается. Поговорим? А давай вот с чего начнем. Почему именно такая поддержка IT-сфере? Ну, и твои предположения. Что у нас, подождите, у нас есть врачи, у нас есть учителя, у нас есть сферы, которым тоже можно было бы помочь. А вот IT-шникам. Они и так не хуже всех живут, как на прошлом эфире ты нам рассказал. Ну, во-первых, вообще бизнес в IT, как бы, то есть имеет два очень серьезных отличия от любого другого. От любого, например, там, торгового бизнеса и так далее. То есть у нас сейчас задача государства, то есть из примерно 30% людей, которые связаны с торговлей, то есть прямо либо опосредованно, то есть если вы не знаете, то есть, например, сотрудники компании, там, или компании ТВК, как бы, то есть они входят в число тех 30, там, с лишним процентов людей в России, которые соответствуют, которые работают в продажах. То есть с продажами у нас связаны те, кто занимается логистикой, те, которые у нас занимаются рекламой. Почему я, как бы, про телекомпанию связал, ну, рассказал. То есть и сейчас, как бы, стоит задача, что вот этих людей, как в 80-е годы из шахтеров делали финансистов в Англии, то есть из людей, которые работают в торговле, сделать людей, которые работают в IT. То есть это экспортоориентированная отрасль. То есть если огромное количество людей в России, которые имеют качественное математическое образование, станут хорошими программистами, то есть начнут производить программные продукты на, как бы, на внешние рынки, то это огромный приток, то есть вливание со стороны, как бы, ну, со стороны, там, других стран. То есть мы давно к этому стремимся. А второй момент очень серьезный. Если вы строили, например, склад, вы строитель, или вы строили дом, то есть вы решили построить, например, торговый центр. И в какой-то момент вы понимаете, что торговый центр здесь не нужен. То есть вы решите, говорите, а давай сделаем бизнес-центр, офис. Вы переделываете немного архитектуру, то есть, собственно говоря, делаете большое количество помещений, подходящих под офисы, и это строительство, которое вы вели несколько лет, то есть оно, тем не менее, все равно, как бы, то есть имеет некий результат. Вы можете это здание продать. Причем здесь IT-сфера. Так вот, если ты, как бы, если ты делаешь продукт, например, то в нашей области действуют правила, как бы победитель получает все. То есть если мы смотрим, например, на успех Амазона или на успех, например, Wildberries, надо понимать, что маркетплейсы строил не только Амазон, и не только Wildberries. То есть сотни компаний платили вот эти огромные зарплаты нашим программистам и не нашим программистам, которые писали, 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 и в какой-то момент они проиграли. То есть они не получили финансирование, или были хуже, то есть не оценили их пользователя. И вот все, что они создавали, это, извините, не коробка из цемента. То есть она теперь не стоит нисколько. То есть поэтому здесь, как бы, вот этот принцип, что ты можешь вложить деньги и не получить ровным счетом ничего, людей останавливает. То есть государство понимает, что с одной стороны, как бы, то есть да, это классно, люди получают большую зарплату, они приносят валюту, а с другой стороны, то есть идти в этот бизнес, как бы, очень, ну, как бы, очень страшно. То есть получается, что какой-то промежуток времени, причем, возможно, достаточно большой, ты работаешь на собственной инициативе, ну, по сути. Ты просто несешь все риски, и риски, они выше, чем, как бы, чем в других, как бы, традиционных видах бизнеса. То есть это первая проблема. То есть, соответственно, как бы, надо делать так, чтобы появлялось больше и, то есть специалистов, и надо делать так, чтобы люди, которые в этой области, как бы, ну, там, создавали, создавали новые проекты, рисковали. То есть и часть этих рисков государство готово взять на себя. То есть, в принципе, как бы, это делается таким образом. То есть, во-первых, у нас уже с 2021 года, то есть действует масса, как бы, масса различных льгот для компаний, которые занимаются производством программного обеспечения. То есть если вы компания от 7 человек, то есть у вас 90% выручки приходится на продажу программного обеспечения, то есть либо на информационные услуги, то на вас действует специальный режим налогообложения. То есть, в принципе, вы примерно в 2 раза меньше налогов платите, чем, как бы, чем компания, которая занимается, например, производством печенек. То есть это первый момент. Второй момент. То есть сейчас, как бы, когда у нас произошло в связи, как бы, в связи со специальной военной операцией, у нас примерно, там, 100 тысяч человек поехало, как бы, по соседним, как бы, по соседним странам в поисках, как бы, там, какой-то лучшей жизни, то есть государство поняло, блин, мы воспитывали такое количество, как бы, специалистов, а они сейчас, как бы, они сейчас, как бы, ну, там... Разъезжаются. Разъезжаются, да. То есть нам необходимо как бы создать условия, чтобы они поняли, нет смысла задорого снимать малюсенькую грязную квартиру в Армении, в Грузии, где ты не можешь заниматься, где полноценной твоей работой заниматься сложнее, чем это делать в России. А давайте придумаем, что у нас, например, города, какие у нас есть города? У нас есть города до миллиона и ниже миллиона. То есть и вот эти все Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород. Это все мы скажем, что включая Москву и Питер, теперь здесь можно получить ипотеку до 18 миллионов рублей с первоначальным взносом от 15%. То есть уже вот вчера у меня товарищ работает в банке, то есть они получили уже первые, как бы первые расшифровки, то есть как будет выглядеть эта программа. То есть а мой товарищ, который, они занимаются только как бы... А с каким процентом? 5 процентов. А, под 5 процентов? 5 процентов, да. То есть 5 процентов. То есть у всех там около 20 сейчас, а у них 5? Ну да, да, да. То есть это ниже, ниже, то есть это как бы... Ниже некуда называемые сейчас своими именами. Как сельская ипотека, только там как бы масса, как бы там меньше ограничений, то есть больше потолок, меньше первоначальных взносов. Я звоню своему другу, который занимается, то есть у них компания занимается только программированием, то есть они конкретно вот получают все эти льготы уже как бы уже второй год. Он говорит, слушай, ну у меня пришли сотрудники и сказали, а давай ему зарплату, у меня вот тут зарплата 125 была как бы, то есть а давай мне зарплату на десяточку поднимем. Он такой говорит, сфига ли. А потому что как бы тогда как бы мы попадаем под льготную ипотеку, то есть потому что там 150 тысяч до вычета налогов, фактически как бы 130 тысяч требуется зарплата. То есть и тогда мы попадаем под льготную ипотеку, тогда я пойду возьму как бы, возьму ипотеку, и тогда как бы ты сам понимаешь, я стану как бы таким сотрудником, который никуда не хочет уехать, которому здесь прям хорошо. То есть вот это вот такой очень эффективная вещь, очень. То есть с одной стороны она поднимает зарплаты, как бы, то есть ожидания зарплатные, то есть айтишников, с другой стороны, то есть она делает так, что люди говорят, блин, я никуда не хочу уезжать, я хочу как бы купить классную квартиру своей семье, как бы, то есть я готов там делать из Новосибирска, Уфы, Красноярска и так далее. Бангалорск, Бангалур, Бангалурбург и так далее. Тогда встречный вопрос. Получается, что наша страна на сегодняшний день гораздо больше нуждается в айти-специалистах, чем опять же я буду возвращаться к медикам и учителям, потому что у медиков, например, таких возможностей нет. Нет, там есть у них свои преференции, понимаешь, наверняка в каждой сфере, там, для военных, для медиков. Ну, ну, хорошо, пусть с ипотекой нет, но если конкуренция... Я вчера, ну, я на прошлой неделе начал с того, что, как бы, что айтишники это новые физики. Поверьте, как бы, поверьте, в 60-е годы, ну, как бы, там, ребята, которые работали, там, в образовании, там, в здравоохранении, которые, там, двигали, там, российский спорт, да, они тоже там говорили, а почему, как бы, почему физикам все, а нам, как бы, такого нет, как бы, ну, потому что это вопрос приоритетов. То есть, если, то есть, опять же, как это считается, то есть, у нас строительство находится, то есть, есть такая штука, как влияние, вложение в определенную отрасль на экономику. То есть, и строительство, как бы, оно относится к таким вещам, которые, если ты субсидируешь со стороны государства, то примерно каждый вложенный рубль приносит рубль 40 копеек в целом в экономику, ну, потому что там все начинают возить, строить и так далее. А так ты говоришь, программист, мы даем тебе ипотеку, ты никуда не уезжаешь, ты получаешь классные условия, отдаешь деньги строителям, они попадают в экономику, всем хорошо, как бы, то есть, это попытки, собственно говоря, точечными вливаниями, то есть, достичь максимальный эффект для экономики, то есть, поэтому это такой интересный вариант. А конкуренция вообще есть среди IT-специалистов? Очень высокая, очень-очень высокая, то есть, в принципе, любой IT-специалист, он понимает, что его задача, как бы, стать сеньором, его задача стать сеньором, как бы, успешным, как бы, у которого есть некий, некий список успешных, как бы, проектов, потому что тогда твоя зарплата, она мультиплицируется, то есть, еще раз повторюсь, то есть, никто, как бы, никто не звонит IT-шникам и не говорит, мы заплатим вам на 20 тысяч рублей больше. Я на секунду тебя перебью, эфир от 6 мая с Максимом, мы как раз на прошлой неделе разговаривали, просто, если кому интересно, пересмотрите этот эфир, да, по поводу того, какие нужны программисты, да, но не все программисты зарабатывают хорошо. Ну, очень хорошо, да. Второй, как бы, второй момент, то есть, у нас, опять же, то есть, есть желание, чтобы программисты никуда не уезжали, чтобы они чувствовали себя спокойно, то есть, сейчас, если у родителей, там, есть сын, которому, там, старше, старше 18, младше 27 лет, они начинают, как бы, начинают переживать, не дай бог, блин, ну, все телеграм-каналы у нас, как бы, там, прям, там, такие благостные и прекрасные, поэтому, то есть, выходит просто постановление, ребят, то есть, если, как бы, если человек, как бы, работает в компании, которая состоит в реестре Минцифры, то есть, соответственно, на него попадает, как бы, бронь от армии, то есть, что тоже очень важно, очень, ну, как бы, очень успокаивает, очень, как бы, там, снимает какие-то, короче, какие-то, там, страшные, как бы, ожидания. То есть, половина мам, утром разбудили ребенка со словами, пойдем документы подавать. Ну, это правильно, потому что, вот, сюда, у моих, у моих, мои друзья, как бы, они сидят в приемной комиссии, то есть, они говорят, слушай, говорят, мы в этом году, во-первых, на защите диплома. У вас столько друзей, один в банке работает, другой в приемной комиссии, Максим. Я, 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 как бы, у меня, я ходил в академию отпуска, у меня только одногруппников, две, две полноценные группы, так что все нормально, вот, и мой старосты, он в приемной комиссии, и он в комиссии, которая принимает, принимает защиту дипломов. Говорю, слушай, у нас более ста дипломов, то есть, в этом году, количество людей, которые, как бы, которые идут в прием, ну, то есть, сколько, как бы, будет на приемной комиссии, то есть, это просто, как бы, просто удивительно. И в этом году, то есть, у нас появляется, например, там, говорит, я помогал писать программу для, ну, для курса, посвященная созданию игр. То есть, у них есть компания, то есть, там, называется, как бы, называется она, я не буду, как бы, мне здесь все ругают, как бы, за название всякие, за коммерческие. Как-то называется. Как-то называется. То есть, есть, есть компания, которая занимается производством игр, то есть, они, там, у них на, на Android в Play Market, то есть, на iOS, то есть, они в, в две китайские, как бы, платформы, в Steam, то есть, у них есть. То есть, это красноярская компания, то есть, реально, как бы, вот, мои, как бы, мои, мои друзья. И он рассказывает, что я помогал писать программу, то есть, которая будет наших красноярцев учить созданию компьютерных игр. То есть, там, элементы геймификации, то есть, как правильно делать анимацию, то есть, как бы, слушайте, ну, просто, по-моему, с моей, с моей точки зрения, то есть, это, как бы, очень хорошая история. В общем, это, от армии, получается, как они, от срочка, от срочка, от армии, плюс льготная ипотека, что-то еще есть? Снижение, снижение, снижение налогов, вот, вот, то, что я сразу же начал, то есть, снижение, то есть, необходимо, как бы, вот, это все касается, как бы, коллектива, то есть, чтобы, как коллектив, то есть, был квалифицирован. Да, 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 а вот есть еще плюс, как бы, то есть, такая дополнительная, если компания состоит в реестре Минцифры, то есть, если у нее есть уже зарегистрированный, то есть, один программный продукт или один аппаратно-программный комплекс, то есть, они уже, как бы, то есть, у них есть подтвержденные, как бы, подтвержденные истории, что они действительно занимаются разработкой IT-решений, то сейчас у нас вводится льготное кредитование. То есть, опять же, как бы, государство готово давать долгие кредиты, то есть, под значительно более низкие проценты, то есть, для тех компаний, которые занимаются созданием проекта в IT-сфере, то есть, поэтому, с моей точки зрения, то есть, сейчас, если, как бы, вы, если вы создаете бизнес, то есть, у вас есть возможность получить дополнительное, как бы, дополнительное кредитование, то есть, у вас есть возможность заинтересовать людей, работать в вашей компании, то есть, тем, что вы даете, ну, тем, что они получат льготную ипотеку, тем, что они не пойдут в армию тем что собственно говоря то есть вы сами заинтересованы платить им более более высокую зарплату и дальше как бы то есть государство горит ребята то есть поле для как бы для работы просто широченно давайте делать до двери открыты девчатам и ребятам да максим богаев эксперт наши кстати удивилась что ты такой так много друзей я бы гораздо больше удивилась если бы максим сказал вообще не люблю общаться и про других друзей следующий раз до свидания максим